Отправляясь в магазин, многие люди заявляют о своих правах. Но есть еще и обязанности. Какие есть права и обязанности у потребителей, мы сегодня разберемся. В торговле действует лозунг «Клиент всегда прав». И действительно, мы имеем право приобретать товары и услуги, которые соответствуют установленным требованиям. Получать необходимую достоверную информацию о предлагаемых продаже товарах и услугах для того, чтобы сделать осознанный выбор, а также о возможных рисках. Но помимо прав, у нас есть еще и обязанности. Потребитель должен ознакомиться с товарами или услугами до совершения покупки. Убедитесь, что это именно то, что вам нужно. Вы при желании можете проконсультироваться у продавца. Также клиент обязан ознакомиться с маркировкой продукта. Например, посмотрите, включены и понятны ли разные руководства. Всегда внимательно прочитайте инструкцию по использованию и обращайте внимание на условные значки по уходу за одеждой, чтобы вы могли правильно воспользоваться товаром и не испортили вещь по неграмотности. Если продавец отвечает за проданные товары и услуги, то вы, как покупатель, обязаны правильно использовать товар и ухаживать за ним согласно инструкции. Из-за несоблюдения инструкции товар может испортиться или сломаться. В этом случае продавец и изготовитель не отвечают за случившееся и вы не вправе требовать, например, бесплатного устранения поломки. У детских игрушек или электронного оборудования должна быть подробная инструкция на эстонском языке. На одежде и пищевых продуктах должна быть информация о возможных аллергенах и способе ухода за вещами. Если вдруг товар по какой-то причине не подошел, то тут есть разные варианты действий. Если вы приобрели товар в интернет-магазине, то вы можете вернуть его в течение 14 дней. Но это право не действует в обычном магазине, потому что там вы могли ознакомиться с товаром перед покупкой. В обычном магазине вы можете вернуть товар, только если в нем есть какой-нибудь дефект. Справедливости ради нужно заметить, что многие магазины идут навстречу клиенту и готовы вернуть деньги или обменять товар. Опять же, некоторые магазины не возвращают сами деньги, а дают подарочную карту на уплаченную сумму. Но в любом случае проще договориться с продавцом, если у вас есть чек. Если ваша покупка стоит больше 20 евро, продавец обязан дать чек. Если же покупка была сделана на меньшую сумму, то продавец должен дать чек по просьбе покупателя. Для разбора сложных ситуаций есть комиссия по потребительским спорам, но это довольно долгий процесс, всегда предпочтительнее, когда стороны могут договориться между собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова